всем привет дорогие друзья с вами как обычно люди и добро пожаловать на варкап под номером 304 карта beatrix панчкейк rl 2 карта значит с пятью ракетами в ку-3 cpm она как бы отличается конечно много чем по роду ввиду того что внутри нельзя делать бусты но я не думаю что есть смысл обе физики прям рассматривать в смысле что они как бы плюс минус род и все равно одинаковые карта у нас таким вот образом выглядит и сама собственно сложность этой карты в том что нужно эти пять ракет наиболее эффективно разместить среди всей карты то есть нам нужно выяснить местах где более эффективно будет использоваться и использовать ракету то есть вот например если просто стрейфа пройти можно примерно накинуть до какой-то первоначальный такой вид что допустим здесь большое расстояние лучше например на финиш одну ракету оставить то есть у нас осталось 4 и так вот и размышляем дальше если допустим мы понимаем что здесь со спейсингом будет все плохо можно попробовать использовать здесь одну да где-то либо вот здесь как бы сделать еще что-то нас 3 можно также отстрелиться где-то вот после этого поворота то есть тут понятно что мы скорее всего очень много скорости не зацелим и почему бы на длинной прямой нам не дать побольше скорости например да здесь еще допустим стреляем у нас осталось 2 и обратно я не поднимусь не поднимусь у нас две ракеты мы можем на вот этот поворот использовать ракету например да у нас одна осталась и одна ракета собственно где-то на старте но мы видим с вами какой старт одна ракета здесь будет совсем не эффективно где мы ее будем использовать у нас здесь длинная прямая у нас вот там длинная прямая да вот это был после поворота до 90 и здесь мы прыгать с трейфом долго тоже не будем потому что это неэффективно значит что можно попробовать можно значит одну использовать здесь правильно от старта пошли это но я просто рассказываю как примерно можно для себя понять здесь нам очевидно что на какой-то более-менее высокой скорости будет неудобно делать вот эту дугу на рамку здесь тоже нужно ракету здесь прямая делаем ракету остается получается 3 если мы делаем на старте его тут делаем 3 можно отстрелиться здесь так как у нас дальше ну тут еще достаточно бога прыжков до этой стены делаем еще там ракету остается 2 на вот этом повороте как хотели используем ракету потому что этот поворот очень резкий либо мы теряем всю скорость и и поворачиваем и дальше идем медленно либо мы как-то выкручиваемся и с плюс-минус хорошей скоростью идем далее отстреливаемся здесь либо по вашему усмотрению можно было бы ой-ой-ой-ой давайте до туда дойдем делаем таким образом им образом например да у нас одна ракета остается и мы можем по идее сделать здесь кб например да туда но скорость высокая и у нас очень большая вероятно что мы просто видимся либо сюда либо здесь по и рудни успеем врежем все здесь либо придется скимить очень много что тоже не очень хорошо поэтому мы можем отстрелиться либо вот от этой стены либо можем ее вообще допустим оставить на финиш чтобы финиш получше пройти постабильнее да либо где-то вот тут пол следа на повороте использовать и вот то что я хотел сказать здесь у нас поворот по идее достаточно резкий получается вот этот потому что нам у нас понимаем да что скорости много и мы не завернем с гб либо завернем на гб будет не очень эффективный и мы не полностью ракету используем как не весь ее потенциал в плане скорости поэтому нам нужно как-то заранее начинать поворачивать тут уже надо будет потестить и конечно посмотреть но плюс-минус 7 все ракеты видите с вами раскидали в этом никакой сложности нету по сути нужно лишь понимать что вам нужно и здесь тоже можно потестить сколько вам скорости надо чтобы перелететь например да здесь еще рамбайз которую можно тоже немножко использовать финиш по идее можно пройти без ракет вообще стало быть все пять ракет у нас в нашем испоряжении до финиша первые три мы уже точно знаем где мы кинем первые четыре даже вопрос только про последнюю ракету а последнюю ракету просто тестим и смотрим как и где лучше разместить вот и все так и я немножко немножко лоханулся я скачал демки держите пока волкупер я скачал демки я их естественно забыл распаковать но сейчас секундочку достаточно быстро происходит ничего страшного можете пока спросите у чатика как дела как вообще все готовы ли играть онлайн кап грядущий я надеюсь что готовы у нас кстати на этом варкапе появился poison старичок если кто-то не знает poison я вам конечно соболезную но это был очень сильный выкутришник и он с походу ими остался я так подозреваю что он просто играл в оффлайне вот и все ну вот и все вот я и занял эфир бесполезный болтовня и поехали выкупим вот у нас poison кузлях минута и восемь выку-3 посмотрим как ну выкупить примерно то же самое должно быть здесь нету смысла вообще использовать на старте также на этой прямой нужно далее мы забираемся наверх с помощью ракеты используем здесь потому что здесь прямая долгая но пусть я решил ну так да сделать то есть он все равно в том месте использовал зафейлил прыжки ничего страшного карта возможно не очень приятная для не освоившихся игроков ну здесь напрямую надо бы использовать но скорее всего будет использовать чтобы где-то что-то перелететь и еда здесь получается у нас дабл джампов нету здесь мы либо одну ракету сейвим на финиш долго жмешь прыжок кузлях очень долго я расстроен и показываем хорошие результаты кузлях что с тобой стало чтобы вот этот крик нам не делать и кутри нам нужно одну ракету сейвить на финиш тоже сразу исходим до из этого что выкуп 3 то есть у нас уже минус одна ракета где-то еще можно сразу выделить места где можно использовать ракету а то все писали фигня карта говно там и так далее ну не говно вы просто не хотите подумать головой сделать для себя карту приятную да потому что кутри не очень не очень она прям классная в плане вот этих рам всяких поворотов резких но все равно минута ровно почти вообще видите не используют ракеты и так сойдет здесь на подъем такой вариант тоже конечно имеет место быть то есть вы кутри другие проблемные моменты в отличие от cp хотя они могут совпадать иногда напрямую будет рот не будет и будет в стеночку нет а здесь перелетает все все просчитано так давай 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 эмо с краешка да а вот так вот три ракеты оставляют на финиш одну здесь чтобы срезать одну здесь ну и одну на финиш ну неплохо неплохая идея то есть видите уже какая-то разница хотя бы есть в роутах кто как для себя решил их заюзать и вроде как все верно сделал гад что получается две ракеты надо на финиш как минимум есть только не пропрыгать вершот стрейф так 57 к вид ибук тоже видите пять ракет осталось вот четыре я бы здесь одно использовал потому что здесь прямая очень долгая очень долгая с тремя ракетами уж как-то можно выкрутиться нам по идее 2 на 1 финиш здесь бы я использовал тоже у нас осталось две да вот как раз и с трафиком вот сюда вот тоже срулили хотя лучше не надо и рж и рж и рж так 3 3 ракеты на дата финиш но интересно интересно получается выка 3 больше стрейфовая начала по идее либо стрейфовая середина либо стрейфовое что-нибудь кирв 57.5 а и и пишите и и и и а и и и и и и и и все ракеты, до того как сейчас ok, я использую 1 не очень хорошая оптимизация страйфа я думаю, что нужно думать об этом теперь ракета осталась хорошо, хорошо не плохо, не плохо но ракеты не могут быть поставлены лучше ахсилича 57,5 что-то нос заложил, вообще капец ребят так, тоже стрейфом начало, да ну возможно так эффективно и всего то есть большинство пока что стрейфят начало здесь пока ракету кто не кидает но вот эта ракета она не очень эффективная потому что здесь мы с нуля начинаем прыгать и это минус как бы где это минус надо избегать по возможности таких моментов где мы начинаем прыгать с нуля особенно в Q3 долго жмешь прыжок хулиган и ты пушки не меняешь минус уважение так вот так да решил ну тоже неплохо что можно сказать и до финиша долетает ах максвелл спб толчую дымку забанили за непонятно что на одном из прошлых фаркапов с плазмой ну углы от ракеты конечно нужно тренить ребят я не знаю здесь не вижу прямо жестких ошибок но вот опять же вот эта ракета я понимаю что возможно так проще но это не очень эффективно как мне пока что кажется мы конечно посмотрим топовый роут и я возможно переобуюсь потому что будет может поменяться исполнение этого рот то не сам ротик ну три ракеты на финиш по ходу самое эффективное то есть две нам нужно как-то использовать на старте хорошо пропрыгал все четенько так вовка все 35 все 35 опять вовка больше старался выку 3 неплохой гранд фрейм даже волстрейфик тут у нас а здесь совсем сейвил все допустим так ракета нет даже ракета чуть не за скинул за скинул гриб так так раз два ой как долгий поворот ну лучше сделать конечно circle ну какой то плюс минус да или потом гранд фреймами это вернуть а так получилось что прямо очень широкая траектория на поворот но в целом нормально нормально все четенько как обычно у вовки пока что никаких особых замечаний нету критичных ну углы от ракеты естественно могут быть и получше но это уже дело чувства и дело практики для каждого чтобы понимать какой угол там плюс-минус можно поставить чтобы выбить максимальное количество скорости а не чтобы просто перелететь тоби 56 ну вот походу есть у нас рисунок да как проходится здесь гранд фрейм ракета будет в эту стену или нет вы здесь начинаете прыгать с нуля ну и три ракеты на финише ну здесь да ну здесь вот неплохой вариант кстати тоже выглядел неплохо неплохо так мальчик ой повеселили вы ребятки фпс и здесь гранд фреймом вот и здесь же и скорость здесь минут шамп по идее перелетать вот он вот он рук здесь есть тупо здесь без ракеты здесь одну нет а ну две осталось стало быть на перелет я но немножко по стрейфу слабенько конечно ракеты вот уже я думал что именно такие ракеты будут у топ-1 ну посмотрим кет собственно вот я думаю вся разница в стрейфе 3 секунды третье место поздравляю тебя кет если меня понимаешь меня не вряд ли понимаешь вряд ли наверно смотришь поэтому поздравляю все равно так сэй сэй вид рокер нет не сэй вид но но здесь стрейфом конечно затащил да ну по крайней мере нет стены так то это ракета появилась у нас она была до уходится и две ракеты собственно я думаю что он их использует также как есть не прыгал до конца просто сделал грамм фрейм что более как бы более выгодно 47 1 букета в оффлайне 47 9 ой в онлайне он еще в оффлайне играл нифига 46 и 8 аня пульсы т.п. подождите это это же тот молодой человек который по-русски понимает из америки хорошие гранд фреймы а ракета но вот здесь мне кажется это это лишние прыжки по идее можно быстрее если кинуть ее там во все но тоже по стрейфе здесь на рамп на крае штрампы попал что позволяет ему набрать больше скорости хороший гранд фрейм хороший гранд фрейм или ракета осталось и вот здесь он перелетает но здесь от скорости виде поменьше 1200 тоненькая конечно в кутри тоненько не знаю очень спорно на самом деле потому что ну так возможно и быстрее да но разница видите небольшая а в расположении ракет может быть большая разница из-за расположения ракет и вот поездом что сделал давайте посмотрим собственно я тебя поздравляю с вторым местом уже за темп и поездом 46 7 я конечно не эксперт внутри здесь плюс-минус всех все одинаково врезался но здесь возможно помедленнее у бойзона этот участок по крайней мере смотрим что там дальше а ну и три ракеты также да и финиш все равно медленно блин ну четко четко но мне кажется можно быстрее как-то как-то можно расположить ракеты а внутри не ну так поиграл чуть-чуть совсем цепь я если у меня с пузом чем-то отличается естественно цепь покажу свою у меня от нее не помню по 23 2 что ли чего того или 23 4 так 44 2 кузлях давайте посмотрим одну и кутрилический так сказать рам взлеха все по традициям ну кнопочкой вперед поворачивать это конечно такое ай-яй-яй всю скорость потерял ну как так взлех все нет ракет еще врезать 2 минуты сервер тайм кузлях я подозреваю что ты перестал стараться на этом варкапе если такое продолжится учти я тебя записал журнал карандашом маршрум грипп из ямайки 37 8 у стрейф не очень можно сказать что строить бесполезный отчасти и чуть-чуть пытается добирать да как бы но лишь бы это не мешало исполнению вот в чем вопрос и две ракеты на финиш нормально нормально на 18 я перебил неплохо ловка 36 и 6 ран здорово человек получается и 4 ракеты здесь пока остается так на поворот не будет просто стрейфом просто стрейфом 4 ракеты все еще ой потерял скорость или специально так выстрел 1400 потерял до 1200 и снова перед финишем потерял еще одна ракета осталось ну видно что вовка вообще не постарался цпм зато постарался q3 ничего страшного что посылать в обе физики чтобы получить так сказать набрать классы и рано или поздно это приведет к тому что в рейтинг будешь получать минус это всем говорю если что так тревер тревер никелс тревер никелс ладно верный мимо это бывает ну повороты только кнопкой вперед сразу отмечаем я кстати вроде планирую записать ролик коротенький как поворачивать кнопками стрейфа и ракета осталось на финише как ни странно у него кнопкой вперед все очень даже неплохо получилось на этой карте но поздравляю тебя наверняка ты очень много времени потратил также же косу 35 3 может это же косу типа су это может часть фамилии или там какая-то страна как там все например швеция плохие ракеты тоже кнопка вперед тоже вся кнопка вперед это не не очень эффективно это вообще не эффективно но подстреливает плюс-минус хорошо не получился руки джам и здесь он не дал скорости и здесь чуть-чуть совсем дал ну ничего про углы от ракет я думаю все понимают что ракета должна наверно какую-то скорость давать не только высоту поэтому это как я говорил вопрос практики это просто играйте ракет карты и вы будете знать примерно как выстрелить на какую высоту и с какой скоростью должны полететь а 38 руки раку интересный старт так две ракеты осталось ну на финише их наверно заюзает ну это ракета совсем бесполезная была ну это тоже но ну что ж такое то ну что ж такое так начать совсем перебил тенайн ансим 33 и 8 ну ты пытался 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 циркл джамп это тоже знаешь не и самая легкая в игре серьезно если что говорю я вообще никогда не шучу ну это тоже это ракета типа ради ракеты типа в этот пм тут не надо бояться рам сделай джамп типа или вы такие блин я на джампе теряю скорость ну так вы вы таки дайте ракету до рампы чтобы она дала вам скорость этого получается что вы просто так ракету тратите это не надо так надо мыслить шире надо шире мысли так сразу у нас перепрыгивает в 29 секунд мистер фокс мистер лисичка 29 6 давай мистер лисичка зерк тв до сервер у тебя я тебя понял я тебе наверняка уже говорил что ты уволен эти уволняю еще раз понял ну кстати неплохо пока что траектория не самая лучшая конечно была на поворотах но и так сойдет скорости достаточно много вот вот ракета перед рампа и все дал себе скорости вот и все тихонечко хоп-хоп 29 и 6 изи шарк хвостик от стеки 4 оооо шарк хайдом найс найс рамп найс рамп let me know if you find these rockets by yourself and write me anywhere but anyway good run really good run but you know you can try a bit harder так римич 2087 что такое нос заложила вообще жопа сейчас напишу вам в обзорчик и пойду сопельки из носика уберу им приятного аппетита да кстати кушает может я умираю ребят я уже так давно болею никто из вас не думал ты нормальный римич быстро финиш очень быстрый вообще нормасик хорош хулиган 28 5 интересно все мой ракету у пашки все все ракеты отстрелялся ну давай ну а дальше что так а дальше что молодец ну под конец только рушку поменял не паш так не пойдет ты мне чё говорил буду менять оружие я обзор пишу я встал утром думал бля там хулиган полюбасу поменяла рушку надо поднять себе настроение и что выкудри вообще не поменял цпм только в конце поменял это возможно случайно нажал маус один или там на пробел на что-то стреляешь так не пойдет хулиган мы с тобой договаривались так кипиш дра этот динозавр 27 8 дракон хотел сказать кипиш найди себе модельку нормальную пожалуйста я понимаю что ты возможно играешь без звука тем более смеи неплохие ракеты правда потерял под себя шички нормально нормально хорошее хорошее расположение ракет так стеза помню был такой однажды человек 276 белорус так ракета не очень хорошая получилась по моему какой-то угол кривенький был пока в принципе все неплохо три ракеты осталось это пахнет знаете чем ребята наконец-то запахло импрессивом хорош хороший финиш конечно расположение ракет можно и получше можно ну я собственно вначале рассказывал как примерно можно для себя понять и возможно вы так все и сделали и для себя определили ваше положение ракет с вашими проблемными местами но в любом случае стеза получает пока что карандашом импрессив я себе записал журнал так сергиус тоже белорус много белорусов как там у вас у белорусов дела как-то лагает да как будто дыркой круто не в 125 а в 100 fps прыгает неплохая ракета кстати и забыл жампом и одну на финиш да вот сюда ну нормально нормально было бы любности за конечно но молочек малый рик так так 35 так так давайте посмотрим привет это между прочим владелец великой цитаты на твиче на канале у нас что фраг единственное место и девушка не против чтобы ты был быстрый или что-то такое и про чербанцы по моему тоже так 35 нам сделал насколько я помню что-то другое я не знаю в общем то привет нормально все у тебя хорошо не знаю ну типа я честно говоря подустал одну одно и то же каждому говорить поэтому давайте будем исключительные моменты оговаривать привет 2 . я не знаю как но это так нормально жить и жить и это лучше сменить если реально не не в команде джеки потому что у вас такая есть нормально расположение ракет только вот на финише эти две ракеты не нужны здесь тоже видите момент типа на финише вы вторую ракету прямо перед финишем уже пускаете чтобы пролететь с большей скоростью какой-то очень короткий участок времени это не выгодно нужно ее использовать там где ты будешь прыгать со скоростью достаточно долго цпм такой принцип в принципе понятно что от выку 3 еще от карты много все зависит да и цпм тоже но в принципе там делать какую-то ракету перед финишем перед самым это не очень выгодно если только у вас не 200 ракеты вы там спамите в стену или просто просто чтобы было стрелять 262 не варма титри пио бежит титри пио титри пио бежит хорошо срезал угол тут хорошая ракета хорош спейсинг даблджам не нужен но он мог бы залететь наверх кстати направо сразу но опять же две ракеты на финише нафиг они не нужны нормально нормально так у халла пятое место занимает поздравлять опять кухова 1 f так сказать так так у халла это я видел этот роут честно говоря а вот где-то я видел этот роут кухова нормально нормально хорошо исполнил красиво так манда ирины но чему за протекте браки поп ну конечно браки поп ну мы не зерк мы не будем тебя банить за мат в неке так сказать потому что нас смотрят дети неплохо конечно но не выгодно очень большой крюк делаешь это невыгодно а кип-оп ты должен понимать а ракеты хорошие безусловно и здесь это даблджамп не очень выгодный ну кстати ну ты одно получается на финиш до оставил а где ты не использовал ну ладно короче медленно браки поп так зор на третье место поздравляю тебя зор 24 24 0 вообще сэйви 3 ракеты и плохое решение кстати но это будет медленно блин нормальный финиш на самом деле вот вот хорошее расположение ракет реально отличное реализовать чуть получше и можно наверно меня перебить этим роутом но я не уверен это не точно потому что что он вроде все нормально сделал а что у него разница почти ну не почти ну 800 да с пузом ну а 28 все таки наверно выгоднее использовать максимальное количество ракет там где где-то на старте в общем да тоже нормально тоже неплохо 23 8 поздравляйте с вторым местом хэйс пуз 23 6 ну и тут уже рот конечно как под копирочку даже не знаю где откроют увидели вообще первый раз вижу такой роут но это тоже не очень выгодно здесь ну ракет можно было пораньше дать конечно 26 блин ну классно классные демки конечно стеза получает у нас так мне 23 4 ну разница сколько там 200 да не будем смотреть тогда нет смысла этом я вам скажу просто что нужно 22 нужно 22 можно эти 400 выпилить и все будет хорошо так так any винтов я не помню как ставить импрессив я его поставлю отдельно после обзора сразу если не забуду если я забуду напишите мне в дискорде чтобы не поставить импрессив стезе он заслужил а он заслужил стеза красавчик ну вот такие вот результаты 22 темп 12 и кутри и регатись на кутри плазма онлайн кап если кто еще не в курсе или если кто в курсе то добро пожаловать 1 ноября так сказать на просмотр на канал дефрак лайф то есть twitch.tv слэш дефрак лайф именно там будет проходить трансляция и если все пройдет нормально то возможно этот канал дефрак лайф станет официальным каналом таких мероприятий то есть я буду просто отдельно стримить у себя свои да какие то там эти бежухи а какие то дефрагерские именно мероприятия мы будем стримить там но это еще поживем увидим пока ничего не ясно в общем то все ребят всем удачи всем спасибо и и всем пока